Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я его прочитал уже. Сейчас я, значит, ещё раз его перечитаю и дам комментарий. Ну, во-первых, по общим впечатлениям я хотел бы сказать, что на мой взгляд, честно, мне кажется, у вас есть очень серьёзная проблема с самооценкой. У вас есть серьёзная проблема с тем, как вы позиционируете себя одна, ну, то есть, допустим, без людей вокруг вас, без барона, без брата и так далее. Есть ощущение, что вы очень сильно нуждаетесь в людях, есть ощущение, что вы прямо очень сильно нуждаетесь в том, чтобы кто-то был рядом с вами. Есть ощущение, что прямо очень сильно вы нуждаетесь в том, чтобы рядом с вами кто-то был, вот. И есть ощущение, что, грубо говоря, если этого нет, если этого нет, то вы себя чувствуете как-то весьма и весьма плохо. И это, вообще говоря, проходит через всю, как бы, линию вашего сообщения, через всю линию вашего письма, вот. И мне кажется, что основная проблема здесь именно в вашей несамодостаточности, именно в том, что вы считаете, что не можете без других людей. И самое главное, вы как-то вот вроде бы с одной стороны думаете, думаете, с одной стороны вы думаете, что любовь нельзя купить, а с другой стороны вы пытаетесь её купить. И вот с чем это связано? С тем, что вы просто в глубине души считаете, что любовь можно купить, или с тем, что вы считаете, например, что вас, условно говоря, нельзя любить иначе, кроме как только вот за деньги. Это, на мой взгляд, важный момент. Дальше. Итак, помогите решить проблему. Ну, на при том, Алёна, мы можем помочь вам разобраться в себе. А проблему вы уже решите сами. У меня умерла бабушка. Я очень сожалею. Мои сополезнования, если вы с бабушкой были близки, то её смерть достаточно сильно на вас повлияла. Соответственно, вы травмированы, и вам необходимо эту травму проработать, чтобы это не влияло на вашу дальнейшую жизнь и на ваше поведение. Я был наследником, и мой брат был наследником. Брат попросил меня написать отказ от наследства под предлогом, что мы всё с ним поделим. Смотрите, в вопросах наследства, да, есть очень важная деталь. Люди могут наиболее сильно враждовать не тогда, когда они имеют похожий интерес, да? То есть конкурирующие фирмы, компании, люди. Наиболее жестоко, наиболее отчаянно простые люди и люди близкие. Потому что, что называется, личный интерес и личный мотив здесь наиболее всего представлены. И, к сожалению, здесь, в таких отношениях, практически всегда отсутствуют любые примеры. То есть для своего близкого человека, неважно, хорошие ли отношения с ним или нет. Для близкого человека ты можешь быть либо хорошим, удобным, любимым или плохим. Нехорошим, нелюбимым, неудобным и так далее. Не бывает примеров. Если с партнёром можно как-то договориться ещё, да? Ну, просто можно как-то договориться. Вот. То никак ты не договоришься при всём желании с родственниками. Потому что для них ты именно вот такой объект исключительно эмоционального восприятия. То есть либо ты ответственен за мои сложности, да? За мои трудности какие-то, например. Либо ты там самый лучший, самый хороший и так далее. Вот. Третьего не дано. Дальше. Почему? Брат попросил вас написать отказ. От бабочки нам доставать умножительный денежный вклад в квартиру. Я написал отказ. Почему? У меня есть парень. Как это связано? Который сам говорил, чтобы я написал отказ. Типа, брат, поделиться. Ну, при чём здесь парень? Давайте, давайте вот, как бы, ну, так на это посмотрим, да? При чём здесь парень? То есть это же вы решаете не парень. Это решаете вы. И решение, в общем-то, принимаете вы. Относительно вот того, что вам делать, да? Относительно того, как вам поступать там и так далее. То есть я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы как будто бы на своего парня ответственность перекладываете за то, что, условно говоря, военная посоветка. Хотя это решение, которое, ну, принимать может только кто, только вы. И никто больше. Это ваше решение. Ну, в любом случае, в любом случае, если вы чувствуете, что, ну, если вы чувствуете себя обделённо, да? Если вы чувствуете, что вас как-то вот обделили, если вы чувствуете, что, ну, что как-то вот вас обманули, например, 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 то это, на мой взгляд, больше история про принятие решений. Как сейчас видите, брат не особо торопится делиться. Как на него повлиять, я не знаю. Алена, ну, несколько странно видеть, что вы как бы вот, ну, что вы хотите на него как-то повлиять, да? Особенно если учесть, что чуть ниже вы пишете, что никак влиять на него не хочет. То есть, для меня это вот несколько, ну, странно, что ли, звучит, да? То есть, вам нужно определиться, мне кажется, вы хотите на него повлиять или нет? Ну, вы испытываете разочарование того, например, что он, вот, заставил вас, там, образно говоря, подписать этот отказ, а теперь, получается, не торопится вам, значит, делиться с вами. Вот. Еще очень важный момент, который я хотел бы, на который я хотел бы обратить внимание, это мотив. То есть, вот, какой мотив у вашего брата с вами делиться. Вот. То есть, это, на мой взгляд, прямо очень важная, ну, очень важная история. Вот. Потому что, если у брата мотива нет, там, грубо говоря, с вами делиться, то, естественно, он не поделится. Другой вопрос, насколько для вас стало неожиданностью, что он с вами не захотел делиться. Вот. Я, честно говоря, с трудом верю, что вы не знали, что он не захочет делиться. Вот. Так что, как бы вы здесь не отказались специально, чтобы подтвердить, что вы никому не нужны, например. Дальше. Деньги сказал, будет у вас частями, я, в принципе, не против, а когда. Но парень на меня орет и сильно обиден, хотя я тут ни при чем. А при чем здесь вообще ваш парень? Вот. Какое его дело? Вот. А почему он обещается, на что он обещается? Вот. И что, как бы, мотивирует его рад на вас? И почему вы позволяете ему это делать? Вот. Вот. Что есть? Тут вот я бы сказал, ну, ваша, ваша мотивация для меня не совсем десна. Да? Как бы. То есть вы позволяете брату орать на вас обижаться. Ой, своему парню. Но за что? Не очень. Честно скажу, не очень. Я этот момент понял. Понял. Дальше. А, хотя бы ни при чем парень сам захватил, что зарабатывает по 100 тысяч в месяц. Честно говоря, что это неправильно. Я не знаю, как реагирую на происходящее. А, на что конкретно? На что конкретно реагирую? Да? Да? Давайте определим. Ну, определимся. Для начала с этим. Это первое. На что нужно обратить внимание. Да? Это первое. И второе. Вы поймите, пожалуйста, что вы не сможете как-то реагировать. А вот. Вы уже реагируете. Ла-ля-ля-ля-ля. То есть, как бы. Вы требуете, на мой взгляд, от себя какой-то реакции. Да? Вы требуете от себя какой-то реакции. Вы хотите как-то, может быть, реагировать. Я верю, что вы, может быть, хотите как-то реагировать. Но, правда в том, что вы будете реагировать вот только так, как вы реагируете уже. То есть, вы не будете реагировать как-то иначе. Вы не будете реагировать как-то, ну, как-то по-другому. Понимаете? Вот. Вы будете только реагировать так, как вы уже реагируете. Это важно. Это важный момент. Это важный момент. Момент. Это важный момент. Момент. Вот. Поэтому важно увидеть то, как вы реагируете конкретно. Да? Вот. Это, ну, такой, куда более важный момент, чем то, что вы от себя, например, ну, чем то, что вы от себя требуете. Вот. Да? А, то есть, вам там, например, больно, вам обидно, вам неприятно, вам тяжело и так далее. Да? Как бы. То есть, это вот все нужно поисследовать. Дальше. Парень злится. Значит, ты, брат, сидит, как мы еще на крупе он же в другом городе. У него же надо двое детей, поэтому я, в принципе, его понимаю. Я же верная. Я бы хотел делать деньги в надежде. Мой парень будет меня не любить, хотя я понимаю, что парень, брат, меня не любил. Я думаю, что здесь вопрос в том, любите ли вы себя сами. вот какой здесь момент. Я думаю, к сожалению, что, ну, вот мне так видится, да, что вы себя сами не любите. и что вы пытаетесь всеми силами любовь, вот, получить, вот. Но, поскольку вы ставите себе условия, во-первых, во-вторых, во-вторых, сомневаетесь в том, что вас можно любить, вот, то ничего не получается, что, в принципе, логично. Дальше. Так. Все думают только о себе, но я в любом случае не пожалел быть для брата ничего, а мой парень ничего не залеет для мамы. Мне кажется, что свои отношения выстраивать с своим парнем, ну, мягко говоря, не совсем здоровые, да, мне кажется, свои отношения с парнем выстраивать, ну, не совсем адекватные, да, вот, мне кажется, что вы с братом и с парнем выстраивать отношения такие достаточно, ну, обесценивающие, может быть, что ли, именно вот по отношению к вам. То есть это, вот, ну, чувствуется, чувствуется некоторое обесценивание, чувствуется, как вы обесцениваете себя здесь. И мне думается, что подобное не является приемлемым, вот. Я так. Думаю, я в этом. Уверен. Так. Мы с парнем сидим на день друг от друга. И к чему верят? Я съездил на квартиру бабочка, привезла сама все вещи, парень пришел в гости, забрал то, что ему понравилось, я подарила. Правда? Вы правда подарили? У меня все равно отверг, что я чего-то не дала парню. Я думаю, это, вот, за обычные требования к себе вам знакомы на протяжении всей вашей жизни. Хотя я понимаю, что поступила так, как должна была поступить. Как именно? Мы с парнем один из восемнадцати, мне было восемнадцать, брат, он двадцать три, мы с ним жили дома и двадцать двух лет, когда умер отец. Мама, фактически, у нас нет, она живая, но она ничем никогда нам не помогала. Есть ли обида на маму и какие-то негативные мысли? Есть ли, как бы, негатив от смерти отца? То есть, прошили ли вы ее эту смерть, отпустили ли вы ее? Если честно, то я бы бросила парня, а не брат. Правильно ли я поступил, я поступаю. А как вы поступили, я не очень понимаю. Как вести себя нужно было бы парнем? Вопрос не в том, как вести себя нужно парнем. Вопрос в том, чтобы вы были в гармонии. Тогда и люди будут вести себя соответственно. Я понимаю, что любой парень, наверное, вел себя так же и гнул бы свою линию поведения. Но с вами да, потому что вы обесцениваете себя. А люди это зеркалывают вам. В начале парень имел себя нормальный достойный, но сейчас он как-то сорвался. Когда понял, что вы никуда не идете и никуда от него не денетесь. Потому что я не могу повлиять на брата. Я не хочу на него влиять. Вот здесь вы пишите, я не хочу на него влиять. А вы пишите, как на него повлиять, я не знаю. Я всегда хотел себе парня, который был бы свой достойный. А зачем? Вот что такого достойного выкладывать? Да, парень вас не любит, но только потому, что вы не любите себя. И не уважают вас по той же, в принципе, причине, потому что вы не уважаете себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! Поехали! Продолжение следует...